В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. На повестке дня «Связь на селе». В региональном парламенте обсудили проблемы обеспечения жителей заполярной глубинки качественным интернетом. Мечты сбываются. В этом уверены шесть новоселов, которые сегодня получили ключи от новых квартир. Свою жилплощадь сироты ждали не один год. До Нового года 23 дня. В преддверии самого волшебного праздника наша съемочная группа начинает серию репортажей о том, как жители Ненинского округа готовятся встретить наступающий 2021 год. В начале выпуска об эпидемиологической обстановке в регионе за прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших – жители Неринмара и иногородние граждане. Такие данные на утро 8 декабря приводит Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 688 подтвержденных случаев. Выздоровевших нет. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатория уровня референс, находятся 64 пациента, в том числе 4 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 12 человек. Находятся на амбулаторном лечении 52 человека. С начала пандемии проведено 15 тысяч 2 ПЦР-исследования на выявление инфекции за прошедшие сутки 66. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненинскому округу 444 человека, в том числе 3 в обсерваторе. Сняты с контроля с начала пандемии 9463 человека за прошедшие сутки 41. Власти Ненинского округа готовят обращение в Минтранс по вопросу расширения перечня субсидируемых рейсов из Наринмара и обратно. Такое решение принял глава региона Юрий Бездудный в связи с тем, что на сегодняшний день в утвержденном на 2021 год документе предусмотрена компенсация затрат только на вылет до Сыктывкара. Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых за счет средств федерального бюджета маршрутов на следующий год. И в нем значился лишь рейс из Наринмара в столицу Республики Коми. Для сравнения, в текущем году авиакомпаниям возмещали затраты на выполнение перелетов по 7 маршрутам. Это рейсы авиакомпании «Смартавия» в Архангельск и Санкт-Петербург, а также рейсы «Руслайна» в Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Сыктывкар и Киров. Транспортная доступность нашего округа самая и самая сложная. Этот год не отличается низкими температурами. Как мы видим, сегодня 0 градусов. И мы прекрасно понимаем, что в ближайшее время зимник у нас не станет. И единственный способ сообщения остается авиация. Причем это касается и поселений наших, это же касается и так называемой «большой земли». Единственный способ долететь до Москвы, Санкт-Петербурга – это только самолет. Поэтому, Павел Александрович, пожалуйста, доложите этот вопрос. Для нас и для всех жителей округа он чрезвычайно важен. По оценкам специалистов профильного окружного департамента, отсутствие субсидирования со стороны федерального центра может повлечь за собой увеличение стоимости по основным направлениям до Москвы и Санкт-Петербурга. На повестке дня «Связь на селе». В региональном парламенте обсудили проблемы обеспечения жителей заполярной глубинки качественным интернетом. Совещание прошло в рамках постоянной комиссии по экономической политике и бюджету. Тему раскроет Ольга Русол. Об устойчивой мобильной связи в отдаленных населенных пунктах округа жители глубинки только мечтают. На сегодняшний день они могут позволить себе звонки и смс-сообщения. Мобильный интернет остается недоступным. Это связано со слишком низкой пропускной способностью оборудования связи. Чтобы эту пропускную способность увеличить, необходима вторая линия оптоволокна. Однако для реализации проекта нужны дополнительные финансовые средства. На федеральном уровне это внесение изменений 126 ФЗ. Закон о связи обратили внимание наконец-то о населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в котором не оказываются услуги по передаче данных. И там должна быть установлена точка доступа. А если в таком же населенном пункте от 100 до 500 человек поставить эту точку доступа, там еще обязана быть не менее чем одна точка, оборудована средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. В программу по обеспечению связью войдут такие населенные пункты, как Анзик, Верхняя Пеша, Волоковаево, Учейский, Макарова, Хангурей, Щелино. В Тельвиске уже ведется работа по установке новой базовой станции. Проведены согласования, подготовка документации, закупка кабеля для строительства волоконно-оптической линии связи на участке Нарьинмар-Красная. Оценочная стоимость проекта 20 миллионов рублей за счет средств Ненецкой компании электросвязи. В следующем году планируется начать монтаж оптиковолокна с двух сторон. На участке Харьяга, Южно-Шапкинское месторождение Нарьинмар. Кроме того, директор Ненецкой компании электросвязи Владислав Песков рассказал депутатам о взаимодействии компании с окружными предприятиями, о работе по снижению тарифов. Мы стараемся, чтобы все средства, которые окружены, остались в опорте и поработали на его инфраструктуру. Поэтому объем договоров и услуг, которые оказываем для окружных предприятий, он начинает постепенно расти и предприятие начинает пользоваться нашим услугами, возвращая доверие. Потому что 4 года назад, когда я пришел, было проблематично оказать какую-то услугу. Мы говорили, что мы плохие, некачественные, спим и прочее. Но мы над этим работаем. Запустили процессы бережливого производства, контроля, работы с абонентами. Ну, вообще, много интересного. Куча любых. Еще одно направление в деятельности компания разработала и запустила в эксплуатацию систему сбора данных по электроэнергии в населенных пунктах округа. Обеспечен сбор и хранение данных НКС по всему региону. Развернут сервер для сбора данных. Разработаны тарифы для подключения других пользователей. В ходе встречи депутаты отметили, что обеспечение современными услугами связи достаточно затратно. И необходимо детально рассмотреть целесообразность этих расходов. Проблем возникает много по восточной части. Это Харутаха-Ривер, Кара-Каратайка-Амдерма. Информации по ним не было предоставлено, потому что пока все в плановом варианте. Поэтому мы ждем, какие будут предоставлены предложения по улучшению качества для жителей данных населенных пунктов. И будем также дальше работать в этом направлении. По итогам обсуждения депутаты предложили руководству компании и профильному департаменту представить предложение по улучшению качества связи в населенных пунктах, расположенных на востоке округа. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Мечты сбываются. В этом уверены шесть новоселов, которые сегодня получили новые квартиры. Свою жилплощадь сироты ждали не один год. Ключи в торжественной обстановке вручил глава региона Юрий Бездудный. О первых эмоциях и впечатлениях счастливых обладателей собственных квадратных метров расскажем в следующем материале. Под прицелом камеры взглядами первых гостей Василиса Поздеева открывает дверь в свою собственную квартиру. Она ждала ее почти пять лет. Здесь, скорее всего, будет шкаф для ребенка. Надо будет лютку поставить, кроватку. Девушка с интересом рассматривает свое законное жилье и планирует, как расставить мебель в детской. Совсем скоро из армии вернется ее муж, который еще не видел сына. И примечательно, что семья воссоединится под одной крышей. Квартира очень уютная, теплая. Вид очень красивый на лес. Так что там и места очень много. Как раз нам, мужам, ребенкам будет очень хорошо. Так что там очень хорошо и очень рада. Новый год, не знаю, будем это отмечать так или нет. Но это большой подарок как раз перед Новым годом. На торжественной церемонии ключи от новых квартир получили шесть человек. Все они сироты, которые ждали положенное им жилье от четырех до десяти лет. Кто-то успел уже завести семью и родить детей. Например, Ольга Литкова, счастливая мама девочек-близняшек. Очень рада. Мы очень долго ее ждали. Всей семьей ждали ее долго очень. Сейчас уже начнем скоро переезжать. До Нового года успеете? Да, успеем. Мы как бы планировали до Нового года все это успеть переехать. Квартиры новоселам выделили в новом доме по улице Сущинского. Это стало возможным благодаря ввода в эксплуатацию восьмой секции многоквартирного дома номер 10. Сегодня мы вручили ключи от квартир еще шести ребятам в новом доме, в новом подъезде. Зашли, посмотрели квартиры. Квартиры теплые, уютные, с прекрасным видом из окна. И в целом в этом году по программе обеспечения детей-сирот выделили 50 квартир. Считаю, что и этого мало, но это большое достижение. Потому что ребята об этих квартирах давно мечтали. И можно сказать, что перед Новым годом их мечты сбываются. До конца 2022 года в собственность детям-сиротам передадут еще 10 квартир в доме номер 3 по улице Пионерская. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Проблемы развития и сохранения коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе рассмотрели депутаты регионального парламента. В частности, речь шла о национальных видах спорта. Так Антон Пустовалов доложил, что департаментом образования был разработан концепт проекта развития национальных видов спорта на 2020-2025 годы. Однако проект не прошел согласование по некоторым причинам. Одна из них – отсутствие в округе квалифицированных тренеров по этому виду спорта. Наши спортсмены, самое главное, зачислены. Они являются на обеспечении школы труб, финансирование мы полностью оказываем. Ребята показывают очень хороший результат. Вот в Красноярске, когда ездили, если видели фотографии, мы в интернете уже в новой форме, которую мы купили за деньги нефтяников, с таким национальным брендом разработанным, очень уникальными форумами, как и в обручении, в которые выходят, так и тренировочные, и для выступления. Для того, чтобы наши ребята, конечно, выглядели, когда приезжают, очень красиво. Парламентарии, в свою очередь, рекомендовали администрации доработать и принять проект развития национальных видов спорта в ближайшее время. Второй вопрос повестки – государственная программа сохранения развития коренных малочисленных народов Севера в Ненинском округе. В этом году на ее реализацию было потрачено порядка 11 миллионов 700 тысяч рублей из запланированных 13. До конца года программа будет освоена на 100%. Парламентарии рекомендовали доработать программу и наполнить ее мероприятиями по КМНС, которые на сегодняшний день исполняются другими департаментами. Это позволит обеспечить более координированную работу и системный подход к расходованию бюджетных средств. В Ненинском округе продолжается вакцинация населения от гриппа. Дети, посещающие детские сады и школьники, прививаются непосредственно в учебных заведениях. Взрослое население в поликлиниках, по месту жительства. Впрочем, посещать медучреждения не обязательно. Вакцинироваться можно и на рабочем месте. Александра Литкова расскажет подробнее. Прежде чем сделать прививку от гриппа, медсестра выясняет у пациента данные об аллергических реакциях, так как вакцина выращена на основе куриного белка. Следом, обязательный осмотр и измерение температуры тела. Аллергия на белок есть? Нет. Вакцинировались в течение месяца? Нет. Вакцина, которую применяют окружные медики российского производства и закуплена за счет федеральных средств. Сотрудникам организации не обязательно посещать поликлинику. Для удобства жителей города, по поручению главы региона Юрия Бездудного, в Нарьенмаре начали работу две прививочные бригады. Мы ездим по организациям, то есть выезжаем, делаем прививку от гриппа, то есть по желанию человека. Если человек не согласен на прививке, то мы бежим и делаем отказ от него. Бывает, что отказываются от вакцины, но большинство у нас стараются делать от вакцины. Каждый желающий заполняет необходимые документы, в том числе на добровольное согласие. Отказываются от вакцинации от гриппа, чаще всего считая, что пользы от этого не будет. Накануне медики выездной бригады посетили окружной департамент внутренней политики. Здесь сотрудники положительно относятся к вакцинации. Я думаю, что стоит, потому что, наверное, если вовремя сделать прививку, даже если ты и заболеешь, все-таки в организме уже выработается какой-то иммунитет, и я думаю, что течение, по крайней мере, пройдет легче. Чтобы, если даже и заболели, то последствия были менее тяжкие, чем, если не вакцинируются граждане. Стараюсь каждый год, просто на опыте уже почувствовала, что есть эффект. То есть даже если болеешь, то не так сильно, без осложнений. Поэтому считаю, что нужно прививки ставить. Прививаться или нет – личное дело каждого. Но есть категории граждан, которые вакцинируются в обязательном порядке. Например, медицинские работники. Отложить вакцинацию на две недели стоит в случае плохого самочувствия. Противопоказаниями являются аллергическая реакция на куриный белок, поствакцинальное осложнение – это повышение температуры 40 и выше градусов, отек в месте ведения инъекции и также судороги. Также имеются и временные противопоказания к вакцинациям. Это какие-то острые лихорадочные явления, обострение хронических инфекций и тяжелая ОРВИ и кишечная инфекция. Специалисты напоминают, вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска – 75%. На сегодняшний день в округе вакцинировано 34% населения. В их числе более 5000 детей и почти 9,5 тысяч взрослых. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 31 декабря может стать выходным днем. Такую инициативу озвучил глава региона Юрий Бездудный. Губернатор предложил за предпраздничный день отработать 26 декабря. В случае, если такое решение примет большая часть жителей Заполярья. Голосование глава региона запустил на своих страницах в социальных сетях. «Понимаю, что 31 декабря все живут уже ожиданием праздника. И когда этот праздник встречаешь с семьей дома и готовишься к Новому году, это всегда лучше, чем проводишь его на работе. Но поскольку это все же рабочий день, то как вариант мы можем его перенести на 26 декабря, на субботу, отработать субботу, а 31-го быть в семье и готовиться ко встрече Нового года». Кроме этого, в ходе расширенного совещания обсуждался вопрос готовности города к празднованию Нового года. Как сообщил глава окружной столицы Олег Белак, подготовка к праздникам идет в штатном режиме. Сейчас специалисты работают над оформлением города. Напомню, открытие главной окружной елки на площади Маратсей запланировано на 13 декабря. До Нового года осталось всего 23 дня. В преддверии самого волшебного праздника наша съемочная группа начинает серию репортажей о том, как жители Ненецкого округа готовятся встретить наступающий 2021 год. Как оказалось, непонтря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, настроение и творческий потенциал у наших земляков на высшем уровне. В этом убедилась Любовь Пермякова. Как я уже говорила, я цветное не люблю и решила в французском стиле сделать однотонную елку. Елочку такую пушистенькую я в Питере нашла, купила. Ну, соответственно, там шарики все подобрала, покупала, гирлянду матовую. Дом Тамары Гербовой в микрорайоне Мирный очень похож на сказочный. Белоизящная гостиная блистает новогодними огнями и разнообразными украшениями. Все продумано до мелочей, чувствуется рука дизайнера. Кстати, весь образ внутреннего убранства от обоев до картин со статуэтками продумывает сама хозяйка. Красиво у вас. Вы сами все делаете, сами придумываете. Откуда у вас такого? Ну, не знаю. Это же как-то, может быть, где-то беру, где-то смотрю, где-то что-то свое приходит. Что-то есть, наверное. Я родилась в деревне, приехала с пешей поступать после школы, так и осталась здесь. Выросла в своем доме, и как-то мне в квартире не очень комфортно было. Все равно хотелось свой дом. Мечта Тамары Семеновны сбылась в 2000 году. Именно тогда супруги приобрели этот дом, в котором раньше находилась музыкальная школа. Даже частичку родной деревни женщина разместила в своем гнездышке. Это макет сельской жизни, который вместе с дочерью они сделали своими руками. Я так понимаю, здесь раньше жили рыбки. Рыбки. А сейчас композиция. А сейчас композиция. А тут очень много воды надо, семь ведер. Устала я там мыть за ним и убирать эти семь ведер, менять. Ну и вообще хотела цветы посадить, вынести на улицу. А потом дочка пришла, тут решила такую композицию сделать. Сначала мы песок насыпали, потом вот эта травка искусственная, мох как бы искусственный. Ну вот такая-то как бы деревенька. Прудик. Паша там. Ну вот это все вот наше деревенское. Деревенская жизнь. Да, да, да. Все из детства. Детство, проведенное в деревне, повлияло не только на дизайн дома хозяйки, но и на выбранную профессию, которая нас очень удивила. Я заканчивала ГПТУ. Водитель. Работала в аэропорту два года на машине ГАЗ-53. А такую интересную профессию, да, мужскую выбрали, а почему? А не знаю, почему-то в детстве такое-то было. Тяжелое. Сейчас Тамара Гербова работает в Росгострахе. Трудолюбие женщины в этом году высоко оценили. Она получила золотой кубок. Но самым большим достижением хозяйка считает большую крепкую семью. У нее две дочери, четверо внуков и есть уже правнучка. В новом году они вновь соберутся за праздничным столом. И по сложившейся традиции выйдут во двор. Ведь там тоже все сказочно. Падающие гирлянды, статуэтки, сверкающая елочка. Даже баня имеет свой новогодний колорит. Ну, это вот как бы закрыть немножко баню свою, индивидуально сделать. Не как у всех, типа, сайдинга, да. А композицию зимняя. Сидит снегирь на ветке. Там, смотрите, домичек, окошечки торчат. Издалека очень хорошо видно. В это трудно поверить, но вся композиция сделана из пластиковых бутылочных пробок. Взяла с интернета вышивание по схеме крестиком. Как крестик, одна пробка. В общем, своим творчеством Тамара Гербова радует не только родных и близких. Ее придомовая территория стала гордостью микрорайона Мирный. Новогодним настроением сказочный дом делится со всеми его жителями. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.